В работе совещания приняли участие представители областных и городских государственных органов, депутаты Маслихатов, члены общественного совета, руководители правоохранительных органов и коммунальных предприятий, а также представители общественности областного центра. Как подчеркнул в ходе своего выступления Аким области Бердебек Сапарбаев, экономическое развитие региона в целом зависит от развития города Ак-Тубе. Наша задача войти в 30 разных стран. Для этого наша экономика должна развиваться не по такому принципу, как мы с вами 25 лет отработали, уже с внедрением новых элементов, которые требуют развитые страны, особенно что касается информационной технологии, технологической модернизации, социальной модернизации. Итоги в целом первого квартала по области, по предварительным данным нормальные, то есть они выше, чем были в прошлом году. Развитие экономики города и социальной сферы в течение трех месяцев имеет устойчивую тенденцию роста. На 1 апреля текущего года объем производства сельскохозяйственной продукции превысил 2 миллиарда тенге. С начала года создано 7 кооперативов, и теперь в общей сложности подобных сельхозформирований в областном центре насчитывается 15. В текущем году началось строительство теплицы в Благодарном сельском округе на площади 10 гектаров. Было произведено свыше полутора тысяч тонн мяса, 30 миллионов штук яиц. Но в то же время в городе наблюдается рост цен на продукцию. Касательно повышение цены на овощи, основная часть овощей – это карточки, где овощи закупаем на рынке в первом разъезде, где на сегодняшний день наблюдается рост из-за поставки с регионов более дорогих продуктов питания. Вместе с тем, совместно с управлением рынками, продолжается работа по стабилизации цен на рынках. Это связано с поставками из других регионов по межрегиональному сотрудничеству таких продуктов, как картофель, морковь, лук, мясо, калейный чай, макароны, макаронные изделия и другие первые необходимые продукты питания. В текущем году планируется реализация ряда проектов жилищного строительства. Так, в рамках программы «Нурл-Ижер» будет построено 60 малоэтажных жилых домов, которые планируется завершить к концу лета. Для улучшения экологического состояния планируется завершение строительства сливных канализационных станций в районе поселка Кирпичный и в промзоне. Также в октябре появится первый мусоросортировочный цех. В рамках благоустройства областного центра появится 28 новых парков и скверов. Также разрабатывается проект по расширению парка имени первого президента. В текущем году на проспекте Абая будет разбита аллея из роз, а в мае ожидаются первые сходы, посаженных в прошлом году тюльпанов. На улицах города проводится реконструкция уличного освещения, что позволит исполнить программу по энергосбережению. А на ремонт дорог из бюджета выделено около 2 миллиардов тенге на реализацию 48 проектов. Общей сложности в этом году хотим охватить около 50 дорог только асфальтированных. А также выделены средства в размере 140 миллионов тенге для того, чтобы построить тротуарные переходы, пешеходные тротуары. А также 100 миллионов тенге для того, чтобы продолжать работу по щебиночному ремонту дорог, второстепенно дорог в населенных пунктах. Взяли на себя обязательно три года. Год прошел, теперь второй. Каждый год там по 30-40 улиц будем делать. По остальным, конечно, будет ямочный ремонт. Также глава региона поручил жестко пресекать факты загрязнения территории города мусором. Всем горожанам необходимо выходить на уборку территории, очищать от прошлогоднего мусора дворы многоэтажек. Я просил наших депутатов, руководителей общественных организаций, совместно надо, вот если контролировать штурм национальные пенсионеры, вместе надо, кто не будет, не хочет, то надо штрафовать. Это всем положено так должно быть. А все хотят защитить кого-то там, защитить соседа. Так же не бывает же. Все, теперь. По всем вот так будем. Теперь по снегу тоже будет так. В ходе совещания со своими вопросами и пожеланиями смогли обратиться представители общественности города. В свою очередь глава региона отметил, что уже к 2019 году решится вопрос нехватки мест в детских садах. Также Акимобласти поручил активно развивать электронную систему ЕХАЛЫК и прорабатывать вопрос увеличения работы общественного транспорта до полуночи. Николай Сырбов, Самат Каликенов, Казахстан, Ак-Тубе.